Друзья, вроде бы не за горами уже весна, а у меня некоторые комнатные растения в таком состоянии, что называется обнять и плакать. Я имею ввиду мои цитрусовые, поэтому я сегодня их вам покажу, расскажу все о них, что у меня за виды, сколько им лет, почему они в таком плачевном состоянии и конечно же поделюсь с вами каким способом и какими средствами я их буду стимулировать к весенней вегетации. Итак, у меня всего два куста. Это лаймкват, наверное один из самых популярных цитрусовых растений и лимон эврикавриегатта. В переводе с английского это означает пятнистый, пестрый или разноцветный. Это мои первые цитрусовые, которые я выращиваю дома и сейчас им по три года. И прошлой весной лаймкват хотя бы цвел, а вот на лимончике не было даже цвета, не то что уже там плодоносить. Об этом я даже не мечтаю. Условия содержания у них абсолютно одинаковые. Это тепло, светло и влажно. С последним я думаю у меня все в порядке. Поливаю я их умеренно и регулярно, то есть слежу, чтобы почва в горшке не высыхала полностью и всегда была в таком слегка увлажненном состоянии. Влажность воздуха же для цитрусовых должна быть очень высокая, поэтому я еще с осени поставила их на стол подальше от батареи и рядом с ними 24 на 7 у меня работает увлажнитель воздуха. Но несмотря на это они сильно сбросили листву. Лаймкват вообще остался почти лысым и поэтому я решила, что проблема в содержании кроется скорее всего в недостаточности освещения. Ведь зимой световой день короткий, а для цитрусовых оптимальная продолжительность светового дня это 12 часов. Причем не общего освещения комнаты, а хорошего яркого света. Поэтому когда листочки уже стали сохнуть по краям и активно опадать, я поставила их под лампу на досветку. Но как говорится поздно, растения уже изрядно облысели. Поэтому я сначала сделала им кардинальную обрезку. Все засохшие веточки обрезала до живой ткани, а живые укоротила примерно на треть. В итоге получились вот такие страшненькие лысые кустики. Лучшее время для этой процедуры это, конечно же, как всегда для любых манипуляций с растениями, ранняя весна. И считается, что цитрусовые очень хорошо переносят обрезку. И после нее они пускают новые побеги, крона уплотняется и формируется такая ее красивая эстетичная форма. А сейчас я продолжу ухаживать за ними как обычно. Буду подкармливать комплексным удобрением для цитрусовых раз в две недели, но только в половинной дозе. А вот с апреля начну уже кормить каждую неделю и в полной дозе. Ну а дальше, чтобы реанимировать растения, я буду опрыскивать их вот таким биостимулятором роста от Бонафорте. Это препарат со 100% натуральным составом. В него входят биоактивный кремний и экстракт из зеленой пихты сибирской. И замечу, что это первый российский стимулятор роста растений с аналогичным принципом действия, как у всем известного японского препарата HB101. Он ускоряет рост и развитие растений, создает защитный барьер от болезней и вредителей и повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям. Применять его можно и как корневую, и как внекорневую подкормку. И он также отлично подходит для замачивания семян перед посевом. В моем случае он мне поможет нарастить вегетативную массу цитрусовым. И для лучшего результата я буду совмещать корневые и внекорневые подкормки. Например, для полива под корень я развожу 1 мл концентрата на литр воды, а для опрыскивания 5 мл на литр. Всего нужно будет 4-6 опрыскиваний каждую неделю. А что еще мне очень нравится, это то, что флакон имеет вот такую уникальную мирную емкость наверху на 5-10 мл. И благодаря ей легко рассчитать нужное количество средства. Смотрите, просто откручиваю крышечку с длинной горловины, надавливаю на флакон, выдавливаю немного препаратов, дозирующий флакончик до нужной метки, а затем оттуда выливаю жидкость в емкость с водой. Все гениальное просто. Ну а приобрести это чудо средство вы сможете там же, где и я. Я всегда с вами делюсь теми продуктами, которые сама проверила и доверяю им. Поэтому ссылку на маркетплейс я оставлю в описании. Ну а сейчас, как видите, результат уже не заставил себя долго ждать. И уже через пару обработок по всем обрезанным веточкам проснулись почки и процесс наращивания листвы уже вовсю пошел. Причем очень активно. А это значит, что вскоре мои растения восстановятся, вновь заселенеют и быть может даже, что я когда-нибудь увижу плоды. Ведь для того, чтобы цитрусовому растению вырастить ну хотя бы один плод, на нем должно быть как минимум 15-20 листочков. Ну а как будут идти дела дальше, я обязательно буду с вами делиться. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, рассказывайте в них, есть ли у вас комнатные цитрусовые и в каком они у вас сейчас состоянии, как перенесли зиму. И обязательно подписывайтесь на мой рутуб канал. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр.